Решающие матчи чемпионата России по волейболу, как и ожидалось, оказались самыми интересными. В Новом Рингое прошел второй матч полуфинальных серий. На спортивной площадке боролся «Факел». Подробности в сюжете нашего корреспондента-болельчика. Для такого молодого клуба, как «Факел», выйти на площадку полуфинальных соревнований уже достойный результат. Свои игры второго матча наша дружина провела против казанского «Зенита». В схватке с многократным чемпионом страны «Северный клуб» не переставал удивлять и радовать своих фанатов упорством. Играли, как в последний раз, в полную силу. Но как бы арктическая дружина ни старалась, выиграть хотя бы одну из партий на родной площадке не удалось. Поддрев трибун «Факел» уступил. В напряженной схватке вместе с мячом спортсмены обменивались и ошибками. Затяжные сеты и передачи управляли настроением зрителей и наставников. Казанский тренер, не выдержав такого напряжения, не смог стоять в стороне спокойно и получил желтую карточку. Споры в решающей игре нарастали с новой силой. Игроки обеих команд то и дело прерывали игру, запрашивая видеоповторы в надежде вернуть хотя бы одну очко. Градус напряжения в зале не утихает даже после двух упущенных сетов «Факела». На перерывах, пока спортсмены переводят дыхание, зал томится в нервном ожидании и не перестает поддерживать свой клуб. Очень близки сегодня, но Казань показал еще высший уровень, чем мы в сегодняшней игре. Потому что, как он считает, эта команда, если не уж точно сильнейшая, это одна из сильнейших в мире. Сейчас концентрируемся на играх за третье место и постараемся достичь этого исторического результата для «Факела». Первый матч бронзовой серии до двух побед между питерским «Зенитом» и «Факелом» начнется уже 2 мая в Санкт-Петербурге. В этой серии будет разыграна третья путевка в Лигу чемпионов. Ирина Пономаренко, Лала Гасанова, Феликс Рассихин, телерадиокомпания «Сигма» для НУР24.